Когда Путин комментировал убийство Навального, он сказал следующее. Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно, ответил Путин. Он часто повторяет фразу Путин, почему Америке можно, а нам нет. Вот, кстати, тоже Путин отвечал в таком стиле, когда комментировал закон об иноагентах. Он сказал, так и в Америке тоже такое есть. В чем вопрос? И также по поводу политических активистов, по поводу преследования политических активистов, Путин также отвечал, так не только у нас. Как насчет сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий, которым до 14 лет дают? То есть это такой пропагандистский способ запугивать людей. Он работает? Ну, он просто не запугивает, он просто блажит. И в одной речи он считает Америку врагом из Чадимада, которую нужно стереть гиперзвуковыми ракетами с ядерным зарядом. А в другом показывает как пример ее. То есть это типичное советское. Долго, много лет получать по Ленд-Лизу, сделать крепкую армию, а потом воевать этой армией во Вьетнаме и в Корее. С одной стороны, продолжать иметь нефтяной бизнес со Штатами, а с другой стороны, их публично ненавидеть и так далее. Это очень советское. Оно обращено к людям, которые плохо образованы, к пассивно-агрессивному большинству. Как вы думаете, вот исходя из этого? А уже и не большинству, кстати. Может, я вот, да. Судя по последним замерам. А вот скажите, ну сколько это людей? Это большинство, не большинство этих пассивных, агрессивных? Ну вот мы по-разному говорили, вот реально, наверное, поддерживающих и одобряющих все еще Путина, может быть, 30 или 35, войну 20 или 25 процентов. То есть Путина война не одно и то же для некоторых? Путина война для некоторых не одно и то же. Пусть будет уже этот Путин, дайте дожить спокойно, но пусть не будет войны. Такой класс людей, безусловно, тоже есть. Как вы думаете, Путин завидует американцам? Америки всегда завидуют. Завидуют и поэтому при прочих равных хочет, чтобы все технологии, все вот это, все вот эта куча денег, военная мощь, чтобы это все было. А завидуют и как завистливый, недоразвитый человек хочет сломать и сгадить, ночью под дверью поджигает газету с пекалиями, вот, чтобы хоть как-то испортить жизнь. Вот он. А он способен на что-то большее, чем просто гадить под дверью, как вы считаете? В отношении Америки не думаю. Да, и НАТО в целом, если поговорить. А НАТО? Не знаю. Вот просто Путин заявил о том, что не собирается воевать с НАТО, назвал полной чушью заявление, что Россия будет нападать на Европу. Слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию – это способ обмануть население стран, добавил Путин. Но и, в принципе, в последнее время страны НАТО очень регулярно делают заявления относительно того, что такая угроза существует и как последствия, вот, например, поляки, появилась информация, из-за этого даже стали скупать недвижимость в Испании. Ну, вы знаете, в Польше хорошие финансовые и экономические результаты, и нет теплого Южного моря, потому что, я не знаю, конечно, можно искупаться в Вистле или, там, понятно, и на севере в июле вполне комфортно, но Испания есть Испания. Я не думаю, что это так напрямую связано. Я думаю, что это больше связано с тем, что в Испании из-за повышения европейской ставки банковской стала более доступная недвижимость, а Польша из-за того, что в отличие от многих европейских стран они реально работают, стали богаче. Давайте это все-таки связывать вот так. Но как вообще в Европе, в Великобритании? Говорят об этом просто люди на кухне условно или нет? Угроза? Ну, мы же общаемся в своей, грубо говоря, эмигрантской среде, о чем говорят на кухне англичане, кроме погоды, мы не знаем, если честно. Но здесь изначально и общество, и государство поддержали Украину с самого первого дня. Я, наверное, такое единодушие видел только, наверное, в Литве и Польше. Хорошо. Да. Появилось еще материал, The Economist пишет о том, что Россия готовится к новому большому наступлению на длинной линии фронта, Украина должна подготовиться. А какими людьми они не пишут, где они возьмут этих людей? Вот, вот, вот. Хотела я тоже вас поинтересоваться, как вы думаете, есть ли у Российской Федерации ресурс на это, но делают якобы россияне ставку на то, что Запад не помогает Украине, как это ожидалось? Ну, правильно, делают ставку. А наступать они чем собираются? Боевыми гусями? Совпало как раз, чтобы провести мобилизацию, объединить общество внутри Российской Федерации, запугать. Мобилизация была очень непопулярная. Я думаю, что настолько непопулярную меру они отложат на случай какой-нибудь финансовой большой проблемы, которой пока нет. Мобилизацию, если они... Мы поймем, если они собираются идти в наступление, если резко повысится ставка, чуть-чуть повысится ставка зарплаты военным, и резко повысится ставка за подписание контракта с Минобороны, когда эта цифра пойдет вверх резко, то тогда, безусловно, стоит готовиться к какой-то харьковской операции. Харьковской? То есть... Ну, да. Ну, а для чего они сейчас разносят харьковскую область и сумскую? Ну, они вот эту санитарную зону пытаются создать, о которой говорит Путин, чтобы оружие не долетало до территории Российской Федерации? Или это будет... Это прикрытие, скажем так, у них намного... Не стоит вообще говорить то, что они... Анализировать то, что они говорят, вообще не стоит. Стоит анализировать только действия. Как вы думаете, каким этот будет год? Помогут ли нам Соединенные Штаты? Будет ли помощь? Активизируется ли Европейский Союз вокруг украинского вопроса? Я думаю, что поможет больше, чем до этого. Достаточно или нет, я не знаю. Потому что меньше уже нельзя, я думаю, что помощь будет больше. Они же понимают, что он не остановится. А им очень хочется, чтобы эта война остановилась в Украине и не пошла дальше. Да, просто понять бы то, что сейчас не выделяется помощь, это исключительно внутриамериканский вопрос и вот эти политические... Выглядит как внутриамериканский вопрос и внутренняя торговля предвыборная. Ничего больше. То есть нет желания... Выглядит так. Выглядит так. Здесь моих знаний не хватает. Еще раз, эмоционально это выглядит так, что они внутри себя борются и возятся, чтобы никто не выглядел транжиром, спалившим деньги с непонятными политическими результатами где-то очень далеко от границ своей страны. Да. Евгений, спасибо вам огромное за этот разговор. Будем наблюдать, как будут развиваться события, конечно, вокруг Украины. Спасибо вам еще раз за этот разговор, за помощь. Спасибо. Евгений Чичваркин, российский опозиционер, предприниматель, бизнесмен. Был с нами на связи, друзья. Нагадую, подписывайтесь на YouTube-канал сейчас. Подписывайтесь на тот самый Чичваркин в Instagram. Мы ждем на вас в комментариях и на подобие от вас так же. Спасибо большое. Да, спасибо. И да, Instagram мы не забудьте. Там много еще интересного. И скоро мы объявляем новый ужин. Не пропустите. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!